Они находятся под какой-то боевой химией. Это боевая химия, да? Ну, даже можно сказать, их в виде шоколадок раздают, но вот сейчас инвекции появились. Ну, если прямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки. И наша общая цель, считаю, общая – добиться деноцификации. Но главный гуманист, как кажется, все чаще в последнее время в нашей стране, это действительно президент Российской Федерации, которые с очень большой нежностью, очень большим трепетом относятся к украинскому народу. Есть у нас и дальнобойные соответствующего характера ракеты. Стерли бы Украину с лица земли. Всем привет! Это новый выпуск «Осторожно, зомбоящик». Я, Анастасия Норицына, подготовила для вас очень интересный выпуск. И важно, чтобы его увидели как можно больше людей. Поэтому ставьте свои лайки и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. На днях на России произошло одно событие. Путин вылез из бункера. Приехал, выступил на Валдае. И, как всегда, озвучил новую порцию бредовых и странных заявлений. Его марионетка Песков даже назвал это «событием мирового масштаба». На самом деле мы бы на это все не обращали внимания, если бы не… Путин сказал и про некогда братскую Украину, про конфликт, про войну, а еще про Одессу, которую президент назвал русским городом и еврейским. Чуть-чуть. Территориальных претензий у Великой России при этом нет и вообще никогда не было. «Россия так велика. Самая большая страна в этом мире. Так что на Украине мы войну не ведем. Мы пытаемся спасти людей от войны. Наших, русских людей». Спасти? Вы пытаетесь спасти? Это поселок Гроза. Харьковская область. 52 погибших. Именно в тот день и в то время, когда Путин в очередной раз уверял, что «мы не начинали войну в Украине, мы пытаемся ее завершить». А это на следующее утро. Центр самого Харькова. Десятилетний мальчик, который спал в своей постели, больше никогда не проснется. Как и тысячи других украинцев. «Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей. И наша общая цель, считаю общая, добиться деноцификации». Все эти атаки не случайны. Это целенаправленный геноцид украинского народа. И если в начале полномасштабной войны они из себя пытались изображать гуманистов, то сейчас об уничтожении Украины они говорят прямо. Ваша интерпретация демилитаризации Украины – это не четыре области, которые пошли в состав Российской Федерации. Это отсутствие Украины. Отсутствие Украины как государства. Что касается методики, которую вы только что предложили, по уничтожению украинских городов и украинских, ну, если так получится, и людей, то, очевидно, такое политическое решение в нашей стране не принято. Можно по-разному к этому относиться. Но главный гуманист, как кажется, все чаще в последнее время в нашей стране, это действительно президент Российской Федерации, который с очень большой нежностью, очень большим трепетом относится к украинскому народу. Есть у нас и дальнобойные соответствующего характера ракеты. Стерли бы Украину с лица земли, перемешали бы ее давным-давно с землей. Именно это и делают сейчас российские оккупанты. При этом в своих террористических атаках они снова пытаются обвинить Украину. Что это вроде бы мы убиваем своих людей. Их нарратив такой же, как и в 14-15-х годах. Инсценировка под визит президента. В данном случае в Испанию. Но они забывают, что у Украины нет искандеров. Когда Зеленский появляется где-то на каком-то важном мероприятии, или когда кто-то очень важный появляется в Киеве, вдруг происходят какие-то взрывы, разрывы на Украине. Не берусь утверждать, конечно, что произошло в грозе Харьковской области. Поселок, там село вообще на 500 человек было до войны. Сейчас наверняка гораздо меньше. И вот появился Зеленский в Гранаде. Произошла эта трагедия. Я не знаю, конечно, но совпадения подобные постоянно, конечно, выглядят очень странными. Еще одно очень интересное заявление Путина о территориях. Гранадский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. Так что же получается? Война вроде бы не за территории, но празднует почему-то именно оккупацию территорий. Путин подписал закон о новом празднике. Это очень важный день. Это день воссоединения новых регионов с Россией. Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Мы продолжим этот список. Я правда на это очень рассчитываю и очень в это верю. Продолжайте. Силы обороны Украины тоже продолжат вас уничтожать на поле боя. И как оказалось, лечение Валдая головного мозга Путина по рецепту ВСУ идет, кстати, успешно. Ибо 5 октября он заявил. С начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери. 557 танков. Почти 1900 бронемашин различного класса. Потеряли 1900 бронемашин. Вот только всего месяц назад он называл цифру почти в 10 раз больше. 18 тысяч бронемашин. Потери большие. По танкам 543 танка уже потеряли. По бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Здесь на самом деле нечему удивляться. Врать это одна из задач путинской пропаганды. Это подтверждает и сам террорист. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. И знаете, чем сейчас пудрят мозги миллионам россиян? Очень банальным, старым и смешным фейкам. Что вроде бы украинские бойцы воюют под влиянием наркотиков. Неопровержимые доказательства далее от коллаборанта Сальдо. Я беседовал с военнопленными, с некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают, зачем они перли какие-то против и дня на верную смерть. Кому-то повезло, кто-то не погиб, кто-то успел перейти, сдастся, кого-то захватили в плен. Но после того, как они отходят, они все, ну, если прямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки, готовое питание, готовые напитки. А что в этих напитках и что в этом питании, они, конечно же, не знали. Но, видимо, что-то есть, раз люди, не осознавая, что идут на верную погибель, идут пруд вперед. Ну и с этим мы справимся. Мы справимся со всеми теми лабораториями, которые есть и проводят нечеловеческие испытания. Это самый настоящий геноцид, это нацизм, повторяющийся снова. Если раньше сжигали в печах во время Второй мировой войны, то сейчас просто-напросто подсыпают и отправляют на бойню. Вот с этим тоже надо будет бороться. Да, о лабораториях мы с вами сейчас подробно поговорим, потому что на смену боевым камерам у нас, оказывается, появились, внимание, боевые шоколадки. Они находятся под какой-то боевой химией, причем она такого накопительного действия, это очень четко видно. То есть, грубо говоря, человек вроде кажется нормально, спокойно, но тут у него адреналин начинает повышаться, и вот эта химия вступает в действие. А как это выглядит? Выглядит так, что они, допустим, это очень хорошо видно в средствах наблюдения, допустим, он сидит, буквально в метре прилетает Мина, а он ее не замечает. Мимо осколки по нему там идет, он даже смотрит в бинокль, даже не обращает внимания, то есть не боится. Это боевая химия, да, ну даже можно сказать, их в виде шоколадок раздают, но вот сейчас инвекции появились, вот люди под этой химией не сдаются. Вот так все просто, съел шоколадку и стал пуленепробиваемым супергероем. Осталось вывести биокур, от мяса которых можно будет потом стрелять из глаз лазерами. Они под наркотой, по барабану просто, вообще. Они идут, они идут, по ним стреляет артиллерия, они идут, падают, встают и обратно идут, и они не боятся вообще ничего. Такое ощущение, знаете, человек без души, катанатовская. Боевая химия. У них есть, ну раньше была это шоколадка, такая плитка шоколадки, и они потом неуменяемые два дня, ну двое суток. И были уколы, там тоже они держат и очень много, у них и кровопотеря меньше, и они как бы злые, их становятся. Ну агрессивные, прям агрессия очень сильная у них. Украинцы под наркотиками. Это один из самых старых фейков российской пропаганды. Во время оранжевой революции россияне утверждали, что все, кто противостоял подтасовавшему выборы Януковичу, постоянно употребляли американские наркотики. Такой нарратив позволяет пропагандистам объяснить российские поражения. Украинцы не хотят, чтобы их захватила Россия? Они под наркотой. Украинцы уничтожают непобедимую российскую армию? Они под наркотой. Гражданские противостоят оккупантам? Значит, они тоже под наркотой. Согласно российской риторике, если бы не наркотики, трусливые украинцы уже бы давно бы сдались. Но кажется, что под действием наркотиков не мы, а именно сценаристы Мордора. Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Кока-Кола. Я знаю, что коллеги занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверена, что более подробно об этом скажут. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7% от доходов бюджета Украины, 2 миллиарда долларов, это у нас доход от чёрной трансплантологии. Итак, ещё раз. Доходы Украины от продажи людей на органы составляют 7% бюджета страны. На органы на Запад продают детей, и этим занимаются британские ЧВК. А плательщиком выступает Кока-Кола. И это в прямом смысле на конференции сказала вице-спикер Госдумы, жена священника и мать семерых детей Анна Кузнецова. Так кто же здесь употребляет наркотики? А ещё Кузнецова так акцентировала своё внимание, что эти документы вроде бы нашли в освобождённом Светогорске, что забыла добавить, что после прихода туда российских оккупантов в городе почти не осталось уцелевших домов. Россиянам очень тяжело смотреть правде в глаза, поэтому они придумывают ложь, за которую можно спрятаться. Их армия сломлена, их экономика разваливается, их страна, построенная на лжи и коррупции, горит вокруг них, а они всё ещё пытаются сохранить фасад силы и величия. Ведь если он упадёт, то ничего не останется. Не поддавайтесь российской пропаганде, соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только официальным источникам информации. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлёвских фейков. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!